Здравствуйте, коллеги. Сегодня я вам расскажу про телефонию, что это такое, интеграция с АТСами, какие у нас планы про фиксированные телефоны и много всего интересного. Расскажу в целом, что это такое. Мы год назад запустили, мы его называем проект мечты, и запустили телефонию с целью дать возможность пользоваться выгодной телефонией с интеграцией с РЭМ для компаний, которые никогда раньше не пользовались такими услугами. За год мы достаточно много достигли. У нас можно привязать обычный телефон, можно арендовать телефон, можно привязать вашу АТС, если вы уже пользуетесь какими-то решениями и не хотите менять оператора. У нас появились очень много разных решений по маршрутизации, когда поступил звонок, нужно включать добавочные номера, не нужны добавочные номера, запись в РЭМ, создание лидов. Достаточно большой набор настроек, но на самом деле для компании, которая первый раз сталкивается с телефонией, он достаточен. Хочу показать, как это выглядит. Сегодня ко мне много подходили, даже не видели, как это работает. На самом деле, чтобы принять первый входящий звонок, вам потребуется не больше 90 секунд. Мы, конечно, тут немножко вырезали момент оплаты, заполнения реквизитов, но если этот момент убрать, то получится вполне-вполне обычное. Вы выбираете страну, где хотите, выбираете какой-то тип, городской или федеральный, выбираете регион. Сегодня у меня спрашивали, не хватало в Красноярске, по-моему, в Краснодаре, уже доступны номера, можете покупать. Ну, там большой список, там номеров 10 должно быть. Вы выбираете, какой номер, нажимаете подключить, с вашего счета списываются денежки, и уже в этот момент, когда появляется эта карточка, вы можете принимать входящий звонок. Здесь мы указываем, что сохранить запись нужно при входящем. По умолчанию мы это не включаем, потому что это в разных странах разные ограничения, нужно предупреждать об этом. После сохранения, вот буквально это прошло, можете засечь, не больше 90 секунд, сейчас появится первый звонок. Собственно, после ответа звонок будет сохранен в CRM, создаст автоматический рит, будет запись, вы сможете с этим работать. В целом, почему бы и не мечта, правильно? Сейчас вот покажется, мы разговариваем по телефону, можно ставить на паузу, переводить на другого человека. Сейчас мы перейдем в CRM и увидим, что эта карточка была только что создана. С ней можно работать. Немножко про цифр. Фактически мы запустились в марте прошлого года. Это цифры практически за год. 17 тысяч компаний попробовали так или иначе нашу телефонию. 35 тысяч пользователей на этих порталах совершили хотя бы один звонок. У нас в данный момент 650 арендованных номеров в разных регионах России, США, Берега Британии. 3000 привязанных номеров по трафику за год у нас 2 миллиона исходящих звонков. Каждый день эта цифра увеличивается. Мы запустили в конце сентября входящие вызовы, их уже 200 тысяч. Наговорили уже 2,5 миллиона минут. Каждый день совершается 24 в среднем тысячи звонков. Эта цифра каждый месяц увеличивается где-то процентов на 20. Мы хорошо растем. В среднем один сотрудник совершает 18 звонков в день. Это общая по больнице. У нас есть рекордсмены, которые там и по 200-300 делают звонков. В данный момент у нас доступно 36 регионов по России. Сегодня вот добавили парочку номеров, которые не хватает. У нас совсем недавно появились федеральные номера 8800, звонки, на которые вашим клиентам будет ничего не стоить. Вы оплачиваете их трафик. Но с появлением этих номеров у нас возникли проблемы. Проблемы связаны с тем, что есть конкуренты, которые любят названивать и тем самым съедать деньги на этих номерах. Мы под самый Новый год, под новогодние праздники решили выпустить такую целую систему, которая будет предотвращать такие вещи. Первым мы добавили дневной и вечерний режим работы. То есть вы указываете, что ваша компания работает с понедельника по пятницу, с 9 до 18. Все звонки, которые вне этого времени, будет проговорена какая-то мелодия, в которой вы скажете, что мы не работаем, перезвоните. Либо будет записан голосовое сообщение, либо на мобильник перенаправленный, либо просто сброс. Дальше мы ввели черные списки. Это для особо рьяных людей, которые звонят ночью, две секунды сбрасывают. Соответственно, за вечер можно хорошо так уменьшить баланс. Третий шаг. Наш оператор тоже не сидит, ему не нравится ситуация. Это защита на уровне всей платформы. Они отслеживают, какие номера являются фродовыми, согласуют их с вышестоящими операторами. И защита работает. Но это работает, конечно, для простых атак, для сильных надувших. На самом деле ты так драматизируешь, так вот тебя послушать, как будто бы все там сталкиваются. Было несколько клиентов, у которых была такая проблема. Они очень расстроились. Ну, для них была реализована соответствующая часть. То есть это такие составляющие части, которые нужно было реализовать. Важная часть – это интеграция со своими АТС. Когда мы начинали, на самом деле, всем было достаточно арендовать у нас номер, звонить, все радовались. Но потом появилась другая категория клиентов, у которых уже все настроено. Они давно уже пользуются своим оператором связи, их все устраивает, и они не хотят уходить. Но хотят пользоваться нашей CRM. Для них мы сделали вот такую интеграцию. Интеграция у нас разделяется на две части. Это облачные АТС, такие как Mango, Telecom, SIPnet и другие операторы. И офисные. Это, собственно, вот, которые оборудование стоит у вас в офисах. Астериск, CISCO и прочее. У них совершенно разные способы интеграции по сложности. Облачные. Обычно это заполнить пару полей, и все начинает работать. С офисными нужно будет заводить транки, делать диапланы, маршрутизацию там настраивать. И это… Есть проблема. Есть проблема. К нам очень много обращаются, просят помочь в настройке именно вот железных этих аппаратов, софта. Но, к сожалению, мы не можем, не располагаем такую возможность и всем помогать. Но у нас доступны средства отладки. То есть если звонок какой-то произошел, даже если он неудачный, у нас в детальной статистике можно посмотреть отладочные журналы, по которым вы можете понять, что пошло не так и подправить в случае чего. Также важный момент. Облачный АТС можно подключить только пять штук. Ну, мы считаем, что для компании пять номеров достаточно. Но если у вас какие-то нужно больше по каким-то причинам, вы можете эти облачные также подключить, как будто это офисные. Там ограничений нет, но там нужно будет повозиться с настройками более детально. С интеграцией на самом деле, почему нас спрашивали, почему мы долго так выпускали. Очень много разных причин. У каждого оператора вроде как бы СИП протокол один, а каждый реализовал его по-своему. И нам приходится для определенных там операторов, мы даже немножко делали условия, что если это такой-то оператор, то это вот это значение, если это такое-то другое. Многие обычные операторы, в принципе, не очень готовы интегрироваться, идти навстречу, как-то помогать. У них свои решения, свои CRM. Для них мы конкурентами, хотя мы никогда, да, Сергей, не планировали, что будем конкурентами в телефонной сфере. Мы и сейчас говорим, что мы не конкуренты. Нам не верят. Я, в общем, не считаю. С офисной АТС большинство проблем с тем, что внутри компании вроде как есть системный администратор, но вот настроить более детально он не может. Важный момент про офисный АТС заключается в том, что не все до конца поняли, как это работает. На самом деле ваша АТС должна подключиться к нашему облаку. Она не непосредственно звонит с портала, а через наш сервис. Для некоторых это ключевой фактор, почему они отказываются от тип коннектора. Ну да, наверное, давайте попробуем объяснить. Здесь у тебя речь идет про облако или про коробку BIDR24? И про коробку, и про облако. Это офисный АТС, который в компании. С одной стороны, это действительно вызывает вопрос. Почему наша внутренняя АТС должна выходить наружу, хотелось бы организовать внутри. Но в точности реализовать такой сценарий без серверной части и вообще без интеграции с телефонным оператором не получается. Но с другой стороны, сама по себе телефония – это контакт с внешним оператором. Они все работают по лицензиям Минсвязи, что ваш оператор АТС, что наши операторы. Ну, в частности, Zingai и Vox Implant располагают всеми лицензиями. Поэтому мы в данном вопросе считаем, что никакого критического момента нет. Ну, иногда возникают такие вопросы у клиентов. Они подключают, потом говорят, ну да, мы поняли, все-таки трафик выйдет и не очень хотим. Хотя, с другой стороны, это реальные единицы. Выгода и плюсы от интеграции с CRM, запись, звонков и масса других вещей дают очень много плюсов. Ну, давай дальше потом расскажем еще про преимущества с аппаратами. Это облачный оператор, с которым мы 100% работаем. Многие специалисты из этих компаний связывались с нами и пытались помочь, чтобы их клиенты могли подключаться очень быстро и легко. Этот список не такой большой, но он покрывает большинство запросов, которые к нам идут. Если вы облачный оператор и хотите, чтобы с нами хорошо и быстро интегрировались, напишите на почту, и мы попробуем решить этот вопрос. Да нет, на самом деле все интегрируются. Это с кем пришлось, наверное, особенно делать какие-то особенные доработки. В основном сегодня нет сложности или проблем с подключением телефонных операторов. Поэтому смело пробуйте как внутреннюю ОТС подключить, так облачную и использовать. Ключевой момент, что для тестирования подключения облачной или офисной ОТС для этого не требуется приобретать лицензию на SIP-коннектор. То есть мы даем попробовать. Во-первых, все входящие бесплатно. То есть если вы подключите свою ОТС офисную, то не нужно покупать лицензию, чтобы принимать звонки. Лицензия будет нужна только для исходящих звонков. А пока вот слайд не начали озвучивать, есть такая версия, ну мы как бы наблюдаем, интересно узнать ваше мнение, попросить поднять руку, что партнеры, которые не московские, они покупают московские номера, подключают их к Bitrix24 и используют для работы со своими клиентами. Поднимите, пожалуйста, руку. Кто так сделал? Две, три, ну четыре. Не все признаются, что-то тут не так. Ну есть такая донансия. Вообще на самом деле доступная цена и вы можете получить хорошие номера для работы с клиентами. Иногда вы выходите в соседний регион и можете получить номер и начать работать на этой территории. Поехали. Мы анонсируем новую возможность, которая появится в ближайшее время. Это подключение телефонных аппаратов. Многие нас просили об этом, потому что как бы телефонный аппарат стоит дешевле, чем качественная гарнитура. Ну у каждого кто-то там привык с телефоном работать, поэтому они хотят этого сделать. Мы анонсируем возможность подключить такие аппараты. Это будет полная интеграция с нашей телефонией, то есть во время звонка на вашем десктопе или браузере будет показываться карточка. Вы сможете перенаправить звонок в случае чего. Будет это работать даже будет быстрее, чем в браузере, потому что нет вот этого подключения из браузера к серверу. Он всегда на связи и это даже будет немного быстрее. Я попробую объяснить, как я это увидел, когда коллеги тестировали. Стоит компьютер. Вот все, как у нас сейчас. Сегодня у нас компьютер является телефонным аппаратом. Поступил входящий звонок, открылась карточка. Вы посмотрели, ответили, поговорили через телефон, через компьютер. Ставится рядом сип-телефон. В нем указывается IP-адрес АТС, логин, пароль. Тот, который у этого пользователя. Я правильно понимаю? Тот, который у этого пользователя на портале. Ну, не от портала, мы отдельно. А, другой, другой. Но для каждого сотрудника индивидуальный. И как дальше выглядит сценарий? Поступает входящий звонок. Первым начинает, исполняет звонок наш аппарат. Вы можете его поднять. У вас параллельно открывается карточка на компьютере. Вы отвечаете, работаете с CRM, но пользуетесь при этом телефонным аппаратом. Вы можете на нем набирать звонок, и он будет записан в CRM, как исходящий звонок. В общем, все выполняется параллельно, но при этом вы работаете через аппарат. В общем, такая ожидаемая функция. Иногда не очень понятно, как они вообще одновременно выполняют эту задачу. А реализуется это за счет того, что одновременно и компьютер, и аппарат находятся на связи. Сергей, маленький вопрос по ходу. Это уже в коробке? Это и в коробке будет, да. Будет. Будет, конечно. Но у нас на самом деле различий между коробкой и облакой практически нет. Когда будет? Мы думаем, что в конце февраля мы дадим, ну где-то к середине дадим попробовать партнерам. В облаке. В облаке. Или в коробке. В коробку чуть позже. Надо попробовать, чтобы понять, какие есть… Ну, думаю, что март довыпускают. Потому что телефонных аппаратов очень много, мы хотим как бы потестировать, посмотреть, чтобы с разными сценариями, и тогда уже запустить на всех, чтобы все радовались. Давайте немножко расскажу про архитектуру. Создавая нашу телефонию, мы планировали сделать так, чтобы вас полностью оградить от вот этих всяких настроек, сипов, телефонных аппаратов. Все должно работать в целом. Для этого нам пришлось сделать два огромных модуля. Первый – это для, собственно, коробки, для корпоративного портала. Он управляет вашим звонком. То есть через него вы звоните, через него показывается вам карточка и так далее. Перед тем, как вы позвоните, нам нужно проверить вашу авторизацию, можете вы звонить или нет. Для этого корр портал связывается с нашим контроллером телефони, который в свою очередь, если все хорошо, лицензия активна, связывается с голосовыми серверами Vox Implant, и у вас начинается звонок. Собственно, здесь видно, что телефонные аппараты напрямую подключаются к голосовым серверам, это будет быстрее. Вот, SIP-коннектор, про который мы сегодня говорили, он подключается к голосовым серверам. То есть в любом случае ваше внутреннее АТС будет уходить в облако. Про это многие не знали, поэтому решил показать. То есть, грубо говоря, когда приходит входящий звонок, он поступает на сервера голосовые, потом через наш контроллер телефони пробрасывается внутрь портала и появляется звонок. Мы постоянно пытаемся уменьшить задержки, и вот в ближайшем обновлении 15.5 у нас установка звонка, как входящего и исходящего, сократится на 40% по времени. Это существенное время для обзвона, для входящих. Думаем, что вам понравится. Ну, здесь вот голосовые сервера, они, собственно, и подключены к операторам. Вот вопрос. Облачная офисная АТС, да? На нее же звонок поступал от какого-то оператора связи. А он так и продолжает поступать на эту АТС от какого-то оператора связи. Вот сбоку откуда-то, да? Ну, вот, грубо говоря, вот отсюда поступает к вам на АТС от вашего оператора, а вы подключаетесь к нам и через нас уже показывается в вашем портале. Между офисной и Vox Implant там SIP-коннектор поднят. Там голосовой трафик бегает? Да, да. Там бегает голосовой трафик. То есть от вашей АТС туда идет обычный голосовой SIP-овский трафик. А уже дальше Vox Implant нам обеспечивают обычные сервисы. И внутренние разговоры тоже туда бегут? Нет. Почему? Внутренние, между сотрудниками. Внутренние, между сотрудниками осуществляется peer-to-peer от пользователя. Они не пользуют телефонию. То есть если вы делаете видеозвонок Bittrexen, да? Не-не-не. А, ваши аппараты, они так ходят, как обычно. Ясно. Спасибо. Я сначала хотел рассказать про вот эту вот схему. Я думаю, не надо. Но она слишком длинная, поэтому вот примерно вот так работает звонок. Окей. Упрощенная схема, традиционная. Второй момент, который мы хотели презентовать, кроме телефонных аппаратов, это возможность создания приложений для операторов, чтобы пользователям не нужно было мучиться, находить настройки, настраивать у себя там где-то в личных кабинетах. Установил приложение, и у него уже все работает сторонняя телефония. Собственно, здесь немножко информация. Это что почитать для создания. Это курс по созданию приложений для Bittrexen 24. Документация. Там много всего. Я думаю, что те, кто создавали приложение для Bittrexen 24, в принципе, в курсе, что это такое. Как мы предполагаем, что будет выглядеть операторское приложение, это вход в личный кабинет на стороне этого пользователя, то есть он заходит на Bittrexen 24 в приложение, там у него спрашивают логин, пароль от вашей операторской учетки. После этого он попадает, видит список всех номеров, которые у него арендованы, допустим, у какого-то оператора. Он нажимает кнопку подключить, и, собственно, все. Вот это вся интеграция. Пользователь видит подключенные телефоны и могут принимать звонки по своему уже привычному номеру от своего оператора. Здесь можно там разные вещи, смотреть на статистику, прочее. Что мы дадим разработчикам, чтобы они могли пользоваться? На самом деле, так как телефония достаточно закрытая, мы все думаем, чтобы побольше дать, но пока вырисовывается примерно вот такой список. То есть это в принципе в основном список для того, чтобы создавать такие приложения операторские. Но у нас там были просьбы дать доступ к статистике, что можно было там отчеты какие-то делать, какую-то аналитику. Это тоже будет доступно через растапе. Событие инициализации или начало звонка. То есть поступил звонок, и мы в этот момент дергаем кого-то. У нас в приложениях 24 есть событийная модель. То есть как только звонок… Вы вклукиваете, да? Да, да, да. Как только звонок поступит, мы вызовем тот обработчик, который на нас подвесился, синхронно, и он узнает о звонке, много данных, которые он там может как-то подготовить, что-то сделать, записать себе в учетную систему или еще что-то. API уже есть, оно уже практически на стадии тестирования и планируем, что в начале февраля мы дадим партнерам уже эти пользоваться. Но у нас есть один вопрос. Очень важный к вам. Нам нужен ваш совет. Многие хотят интегрироваться в карточку звонка. Но нам не очень понятно, что именно вы хотите там показывать, в каком виде. Для нас очень важно знать, что бы вы хотели для того, чтобы могли при последующем развитии модуля это заложить, чтобы вы могли пользоваться. То есть нам озвучивали следующую просьбу. Когда вот карточку вы открыли, есть данные по номеру, что-то вы нашли по сделкам, по CRM или по другим вещам, как бы звучит следующий тезис. Мы бы хотели в этот момент, например, сходить в Яндекс, что-то узнать, получить информацию по номеру, еще какую-то, и что-то вывести. Но пока эти вещи расплывчатые. Есть ли у вас сегодня какое-то желание или понимание, что бы вы хотели? Если не сейчас прям формулировать, то может быть потом подойти к Жене, сформулировать, как вы видите, или что вы хотели бы от этой части, или что у вас просят клиенты. Ну давайте потом тогда. Немножко расскажу про планы на будущее, что мы планируем. Ну, конечно, мы планируем скоро дать возможность подключения телефонных аппаратов. Мы думаем над расширением правил маршрутизации. Если у вас там несколько номеров, то звонить на определенные номера, допустим, в США вы будете с номера США, на номер российский с российского, вот такие вот маршруты настроить. Мы планируем немного изменить сам интерфейс для оператора, чтобы ему было удобно совершать обзвоны, совершать звонок. Сейчас уже как бы первая версия немножко тесновато для этих целей. Мы планируем сделать заказ обратного звонка с сайта. Об этом отдельно расскажут, я думаю. Ставится новый сервис, но в 15.5 мы расскажем, что это будет такое. Сделать базовые отчеты, какой оператор куда звонил, какой там эффективность, сколько у него там лидов обработаны и так далее. Думаем над созданием конструктора VR, чтобы можно было делать голосовые меню, как в банках, в страховых компаниях. И телефонию на мобильном, чтобы ваш менеджер, находясь в поле, мог позвонить сотруднику, какому-то клиенту. Звонок записался, он мог с этим работать. Ну, идея, конечно, начать использовать планшет, условно говоря, не имеющий телефонии, как телефонную, то есть систему работы по CRM. Звонок идет поверх интернет-соединения, мобильного соединения, уходит в телефонию Bitrix24, дальше уходит к обычным операторам. Совершенно другие цены, особенно междугородние цены, ну и вся фиксация в CRM. Одним словом, мы хотим мобильное устройство сделать таким же функциональным, как и остальные части. Спасибо, коллеги. Вопросы. Вопросы. Вопросы на счет коншертизации входящих звонков. Сейчас, насколько я знаю, нет возможности, чтобы у всех операторов поступал входящий звонок. Уже кто первый, тот и успел. Планируется ли это сделать? У нас много обращений, чтобы звонок сразу на все аппараты звонил. Мы планируем это сделать. И второй вопрос. Будет ли в сервисе, так называемый сервис колл-трекинга, чтобы можно было отследить, с какого рекламного канала прошел звонок? Этого сейчас не хватает, приходится подключать десятки номеров. Ну, про колл-трекинг мы думаем, но это не… Дискутировали. Не зекущий релиз. Многовато номеров, надо прямо его делать большим. Пока… Просто мы это реализуем уже сейчас. Просто для этого, ну, у нас проблемы со статистикой возникают. Это нужно отдельный человек, чтобы в колл-центре создавал отдельную таблицу. Но работает, я думаю, что… Ну, подискутируем. Хорошо. Поговорите с Женей, сформулируйте, как вы это видите. Да, да, хорошо. Ну, в принципе, все. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вопрос там. Вопросик по тарифам СИП-коннектора. Собственно, как быть в условиях нынешней экономики? Я бы сходил на сайт поставщика, там цены в доллары. У нас все цены в рублях, они не меняются от доллара. И цены на телефонные звонки, цены на коннекторы, на все цены по телефонии, цены рублевые. То есть это фиксированная стоимость, она вот между вами… Да, международная. Зачем вам ходить на поставщика? Заходите на Bitrix24. Эти цены – публичная оферта. Больше не буду. Спасибо. Спасибо. Кстати, это изменение произошло незаметно. Раньше цены действительно стояли в долларах, когда все было фиксировано. Но когда вот началась вся эта суета, мы договорились и провели переговоры с оператором, зафиксировали цены, учитывая, что весь внутренний трафик он рублевый, поэтому все в рублях. Пожалуйста, вопрос. Да, я хотел спросить по поводу включения телефонного аппарата. История, если браузер выключен. Звонок идет на телефон. Дальше как это развивает? Все так же, ничего не меняется. То есть вы поднимаете трубку, разговариваете, завершаете звонок. На портал приходит вся история, то есть и запись, создается рид, делается звонок в CRM. Вам приходит мессенджер, чтобы был звонок. То есть ничего не меняется. Вы откроете браузер и все увидите. То есть наличие браузера открытого при телефонном разговоре не обязательно. Но он нужен, чтобы видели, кто это и лучше обслуживали клиента. А можно я прокомментирую? Мне нравится очень один сценарий. Я очень рекомендую его в AppStudio. Вот знаете, много разговоров про то, что теряют входящие заказы на разработку сайта, не фиксируют их в CRM. Идете, ставите фиксацию всех телефонных звонков входящих и ставите в обязанность там офис-менеджеру или еще кому-то прослушивать телефонный звонок и классифицировать его как лид. То есть любой звонок у вас лид, вы его классифицируете, заказ сайта, начать обработку. Пустой звонок, предлагали услуги, лид закрыли, не выиграли. Но вы получаете все фиксации. Вы даже глядя на статистику будете понимать, у вас растет число обращений, не растет число обращений, работают ваши рекламные каналы, не работают. Очень простой и очень действенный инструментарий. Реализуется буквально нажатием нескольких кнопок внутри Bitrix24. Пожалуйста, вопрос. Здравствуйте, у меня два маленьких вопроса. Первое, не планируется ли модуль телефонии для управления сайтом? Для тех клиентов, которые не хотят пользоваться Bitrix24, но хотят использовать телефонию для работы с сайтом. Как они хотят использовать телефонию? Ну, именно вот, чтобы была карточка заказа, звонки через веб-интерфейс и прочее. И привязывать ее именно к заказам на сайте. Мы каждый раз дискутируем внутри, хорошо бы объединить и Bitrix24, и управление сайтом. Пугают несколько вещей. С одной стороны, получится такой комплекс, с которым не взлететь. Тут про управление сайтом или по B24 делаешь презентацию час с лишним и не все рассказываешь. А так нужно будет рассказывать дольше. Но другая проблема в том, что Bitrix24 – это, по сути, внутренняя структура компании. Вот сайт, он как бы внешний. Там нету субординации, нету других каких-то вещей. А это компания. И когда даже входящие звонки, вы настраиваете внутренние номера, много других вещей. Пока мы не видим сценарий использования красивой. То есть если вы нам предложите, покажете, вот можно вот так сделать, но это нужно будет фиксировать все звонки, фиксировать заказ, фиксировать лиды. Одним словом, перетащить туда CRM. Чтобы перетащить туда CRM, нужно структуру компании. За структурой компании потянется вообще весь хвост. Вот мы и слепили все продукты. И получится какая-то такая… Монстр получится. Я не знаю, как с ним взлететь потом. В общем, опасения. Давайте поговорим. Может, у вас есть понимание. Вопрос. Сейчас еще вопрос там. Вы говорили про подключение физических аппаратов к сервису, что он планируется. И говорили, что внутренние звонки будут идти как раньше, просто через ATS. А нет ли возможности тоже их пускать для того, чтобы они могли так же фиксироваться и записываться? Внутренние переговоры. Но вообще внутренние переговоры можно. Вы наберете внутренний номер, и он должен уже будет работать. Вы имеете в виду через дистоп-приложение? Это имеется в виду, что вот они внутри хотят с помощью телефона, подключенного к нашей телефонии, набрать внутренний номер и своего коллеги на другой телефон. Правильно я понял? Да, да. А зачем? Это к CRM не относится. Это получается журналирование входящих переговоров. Ну, ценность очень проблематичная. Почему же? Но это работает уже сейчас. На самом деле вы можете подключить свой ATS, набрать короткий номер, у тебя у вас должен быть работать. Сейчас же вообще не подключаются телефоны. Не, ну… Когда будут. Когда будет. Я имею в виду, на самом деле, вот сейчас, когда у вас подключен будет SIP-коннектор, вы из десктопного приложения можете набрать короткий номер и позвонить. Подожди, и внутренний звонок тоже будет записан? Конечно. Мы же подключили сторонний ATS, там все работает. А зачем? Ну, так получилось. Это бонус. Это приятный бонус. Надо подумать. Я не очень уверен. Пожалуйста. Имели отрицательный опыт, когда они смогли продать две коробки, клиент коробки портала отпугнула необходимость оплачивать 24 тысячи рублей в год за подключение своей ATS. У вас нет отрицательного фидбэка вот по этой стоимости и нет ли какой-то политики по пересмотру? И он из-за этого не купил коробку. Вы знаете, иногда клиенты самые разные причины формулируют. Я не думаю, что вот сумма, во-первых, о которой идет речь в сравнении с коробками двумя, во-первых, сопоставима, во-вторых, он мог не подключать телефонную станцию, и это имеет значение исключить, это не обязательство, а возможность. То есть если он бы решал, и вы решали для клиента задачу интеграции телефонии с CRM, это очень эффективный и очень рентабельный способ эту задачу решить на таком уровне. Если же просто как бы подключить, не знаю зачем, ну, наверное, не надо просто подключать. Зачем плачить? Это не обязательство. Специального фидбэка у вас нет по этой ставке? Мы примерно представляем, сколько должна стоить интеграция, если ее делать отдельно. Это будет сильно дороже по самым разным сценариям. Мне кажется, он просто не делал подход к этому вопросу. Ну, может, я ошибаюсь? Скажите еще фидбэка. Ну, давайте последний вопрос. Вопрос. Я как-то для особо одаренных, не очень понимающих суть проблемы. Почему нельзя свой собственный астериск, который стоит у меня рядом, подключить к бусу? Зачем мне нужна прослойка в виде стороннего облачного сервиса? Но у нас облачный сервис, понимаете, не просто там возможность подключить. Подождите, а что значит подключить к бусу? Ой, извините, извините, не бусу. К битре 24. К битре 24. Стоит у меня рядом. На том же самом сервере крутится астериск. Что мне мешает? Есть очень простой ответ. Да. Астериск внутри SIP и SIP-овский протокол. Битре 24, если не брать телефонию, это коммуникация веб-ртси. Сам по себе ни браузер, никакие веб-инструменты сами по себе не умеют SIP держать. Поэтому на самом деле вот эта прослойка, она делает шлюз между SIP-ом и между веб-ртси. То есть, когда идет SIP-звонок, по SIP-у идет соединение к Vox-импланту и он уже по веб-ртси делает нам сигнализацию. Тогда что мешает интегрировать эту же самую… Но мы должны будем сделать Vox-имплант и вы все равно будете подключаться к нам. Почему это нельзя в битрикс-вм засунуть в виртуальную машину, пускай она там живет? Дело не в этом. Дело в том, что браузер, ни хром, ни IE, никто не умеет с SIP-ом работать. Все равно нужен будет индивидуальный софт. Кто именно умеет? Встроено в хроме? Поддержка с веб-ртси? Во что, в ML5? Что реально пугает? Ко мне приходит SIP-канал от стороннего провайдера. Я его перекидываю куда-то к вам, куда в штаты или где это находится. Потом это возвращает сюда и мы считаем просто задержки по сети. Они должны просто по логике оказаться чудовищными. И это не должно хорошо работать. Коллеги, это технологические ограничения. Еще раз, не было возможности, я не очень уверен, мы поговорим с удовольствием, но нет такого сегодня инструмента из SIP-а веб, чтобы сделать нативный инструментарий. Ну, просто если бы вдруг это как-то получилось, то это было бы суперрешение. Ну, конечно, всегда хорошо, когда лишних посредников нет. Давайте из онлайна вопрос. Вопросик один. Будут ли работать мобильные телефоны с коробкой? Мобильные телефоны с мобильным приложением? Ну, с мобильным приложением мы планируем. Подожди, с коробкой? Могу еще раз. Будут ли работать мобильные телефоны с коробкой? Не знаю. Скажем так, телефонии в мобильном приложении будет? Ну, в принципе, кстати, можно мобильный телефон рассматривать как SIP-телефон. Есть масса приложений, которые можно поставить, подключить SIP. По-моему, даже в самом аппарате, да, есть? Глючные, да? Мы еще не имеем такого опыта. Ну, окей, вот так обстоят дела. Спасибо. Спасибо, Жень. Спасибо, коллеги. Интересной реализации и вообще большой блок с телефонии.